здравствуйте с вами людмила кто любит бисер как я подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии в этом ролике я покажу как я делаю объемные открытки сувениры это открытка но я поставила в рамку и она стоит как пайетки клеить у меня есть в предыдущем видео как я клеила пайетки и как они выглядят вот именно именно такие и вот такая открыточка она стоит поэтому вот такая открытка это я сделала с картона и стоит стоит объемная открытка прекрасная декорация для новогоднего дома для праздника и для подарка я вам расскажу как я их делаю для основы основы открытки я покупаю вот такой белый картон тут только белые листы это очень удобно для шариков можно использовать цветную бумагу одностороннюю или тоже картон что у вас есть я беру один лист и складываю пополам и это будет моя основа для объемные открытки вот тут можно ножницами пройтись чтобы плотнее было бы я нарезаю разного цвета и размера кружочки я их нарезаю очень много так как открыток я делаю много беру вот такую видно у меня так блестит вот такой дождик на проволочке он есть любого цвета тоже можно использовать и я приклеиваю по кругу не надо у самого края клей нет из полу сантиметра 3 миллиметра вот так закругляю и к клею по кругу прижимаю это легко вот уже приклеилась пока не засохла и смотрю чтобы полукруг был опять беру клей чуть-чуть и вот так по кругу округляю и обклеиваю и также я пайетки ленты делаю вот так очень легко просто может можно чем угодно обклеить можно вокруг кружочков я сейчас это делаю на кружочке вот так обклеила взяла ножницы и лишь не отрезала все кружочек у меня готов и вот так обрезаю лишнее у меня вот такие цепочки цепочки золотые беленькие серебряные это если захотите сделать игрушку можно просто шнурок я такую открытку еще сделать не буду но покажу как это можно сделать именно игрушки я сначала приклеиваю кружочек потом беру вот такой квадратик вырезаю вот тут капельку клея и приклеиваю квадратик сверху это я вам показываю как это можно сделать круг я только круг вырезаю а потом вот такой квадратик это проще потом я отмеряю цепочку или ленточку или ниточку вот так отмеряю сколько мне нужно это вот именно впереди я вначале показывала картину опять клеем сколько нужно и приклеиваю вот такую цепочку и вот игрушка у меня готова вот такая игрушка как можно оформить открытку вот и есть у меня такие дед морозы они на клею сначала их надо приклеить или взять например старую открытку или ну что-нибудь я всегда открытки берегу потом вырезаю вот в этой открытки я бы приклею вот такого снеговика сначала если у вас что-то есть то надо наклеить сначала рисунок если вы будете ставить в рамку то оставляйте края теперь я возьму и снеговика обклею как и кружочки просто возьму на клей и по кругу обклею теперь я приклею елочку у меня даже есть старая елочка и я просто беру и отщипываю и надолго ее хватает можно целиком можно по одной веточке вот я просто вам показываю что сначала нужно большие детали приклеить на открытку а потом маленькие вот я буду приклеивать сверху веточку мне вот такая толстая ножка не нужно я ее тоже снимаю мажу клеем быстро мажу потому что они как бы плавится но это это внизу будет поэтому мне это не мешает вот так хорошенько намазала клеем сначала подберите место и приклеиваем веточку прижимаем прижали и подбираем сначала смотрим куда нам надо как вам понравится и приклеиваем остальные и приклеиваю я вторую вот так конечко я не мажу чтобы он объемно выглядел вот так сколько вам веточек надо столько и наклеили у меня кружочки я нахожу положение видите они разного цвета и просто подбираю где мне больше понравится сначала раскладываю большие и маленькие разбираю кружочки сколько вот так и начинаю их приклеивать беру вот так мажу клеем хотя тут бумага тут можно их просто клеем пва наклеить не обязательно таким и приклеиваю у меня вот такая птичка но тут можете игрушки птички ну что хотите приклеить бусинки красные как бусинки вот и аптечку приклеила одну пайетки можно наклеить они бывают разные серебряные золотые синие можно наклеить ну тут уже смотрите чем вы хотите украсить свою открытку я покажу как приклеивать пайетки или бусинки ну и шапочку украшу капелька и пайетка все не надо всю пайетку мазать капнули и прижали все и будет красота также можно и на елочку пайетки наклеить или игрушки теперь я хочу веточку украсить елочки можно взять вот такой блеск не обязательно серебряный любого цвета я 1 наверное возьму салатовый хотя можно любой или можно взять искусственный снег вот такой белый и раз и такой многоцветный прозрачный все это я буду все делать одинаково я возьму блестки но если вы захотите снежок также мажем веточку клеем клей pva он становится прозрачным поэтому ему очень удобно работать это для школьников клей я беру кисточкой клей и хорошо все смазываю ну как хорошо поверхность и для как блесток или для искусственного снега вот так все одинаково делаю смазываю клеем я не разбавляю водой а просто смазываю чисто клеем вот я намазала видите прям капельками но это высохнет ничего видно не будет я беру блестки и очень хорошо насыпаю все что приклеится останется а потом когда высохнет я просто стряхну лишнее обратно в баночку можно любого цвета не обязательно серебряного можно и красные веточки и белые и искусственным снегом так хорошенько всю насыплю особенно вот подходят именно эти блестки если у вас веточки темные вот темные веточки можно конечно и пайетки сюда наклеить на веточки темно то их можно осветлить и серебром и золотом или розовый сделать вот тут я просто взяла салатовый блеск и вот так насыплю и мне будет но я взяла вот под этот дождик сейчас все насыплю вот такие объемные открытки конечно без елочки можно на 23 февраля сделать или на 8 марта или на день рождения на именина на любой праздник взять картонку вот такую и что-нибудь придумать цветочки или деревья веточки и сделать вот такую объемную открытку все открытку меня готова теперь надо просто положить и оставить пока клей высохнет и вот такая открытка новогодняя у меня получилось на этой картине я украсила просто пайетками наклеила а на этой открытки я сделала серебром с наступающим до свидания вот так 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 вот Продолжение следует...